Всем привет! Вы на канале Инвесткар, меня зовут Дмитрий и сегодня у нас 19 выпуск рубрики Чистый Винкод. В нем мы рассмотрим 64 автомобиля с разбором Винкодов и фотографиями с аукционов США. Озвучу стоимость автомобилей в Грузии и размер таможенной пошлины в Армении и в России. Все показанные автомобили стоят на авторынках Грузии. Ну что, дорогие друзья, начинаем обзор! Обзор я начну с Honda Fit 2019 года выпуска, пробегом 62,5 тысячи километров и стоимостью 8900 долларов. Далее рассмотрим Subaru Forester комплектации Premium 2019 тоже года выпуска с объемом двигателя 2,0 литра, пробегом 17 тысяч километров и стоимостью 14,5 тысяч долларов. Дорогие друзья, все представленные цены в моем обзоре это цена автомобилей на рынке в Грузии без таможни на Россию или страны СНГ. Как поставить купленный в Грузии автомобиль я подробно рассказывал в 18 выпуске Чистого Винкода. Я также напоминаю, что для жителей России с 1 августа 2023 года повышается утилизационный сбор и если вы планировали купить автомобиль, то сейчас самое время это сделать. И наша команда поможет вам в этом. Ведь мы занимаемся автоподбором, растаможкой купленного вами автомобиля через Армению, а также подбором для вас автомобилей с аукционов США. Мы работаем индивидуально с каждым клиентом и проходим весь процесс от покупки автомобиля до оформления всех документов. Также можем работать дистанционно как при подборе, так и при растаможке вашего автомобиля с дальнейшей доставкой автомобиля до Владикавказа, либо в любой другой город России по договоренности. А теперь вернемся к нашему обзору. На фото мы видим, что автомобиль старше 7 лет. Таможня на такие автомобили нецелесообразна, потому что она очень дорогая. Теперь рассмотрим Lexus NX 300. 2017 года. Стоимость 24 тысячи долларов. Пробег 60 тысяч километров. Далее у нас идет Subaru Outback. Объем двигателя 2,5 литра. 2018 год дата производства автомобиля. Стоимость 15 тысяч 600 долларов. Следующий автомобиль это Mazda CX-5 в комплектации Touring 2020 года. Пробег 19,5 тысяч километров. Стоимость 20,5 тысяч долларов. Далее идет у нас Kia Sportage. Это декабрь 2016 года. То есть ее еще можно растаможить. Стоимость автомобиля 13,5 тысяч долларов. Пробег 75 тысяч километров. Это самый дешевый автомобиль, который нашли на рынке. Ford Focus 2016 года. Непонятно какой месяц. Поэтому сложно определить, можно его растаможить или нет. Но скорее всего я думаю, что уже нет. 211 тысяч пробег в данном автомобиле. А это Hyundai Elantra в комплектации SEL 2018 года выпуска. 11,5 тысяч долларов. Кстати, рестайлинговый кузов. Далее идет у нас Toyota RAV4 Hybrid в комплектации XLE. 21 год октябрь месяц. 26 тысяч долларов просят за данный автомобиль. Дорогие друзья, не забываем подписываться на наш канал, ставить лайки, а также задавать вопросы в комментариях. Звоните на указанный телефон WhatsApp. В описании под видео есть ссылки на наш сайт. И также мы теперь есть еще и в Дзене. Рассмотрим следующий автомобиль. Это у нас Chevrolet Cruze. 18 года, март месяц. Пробег 123 с половиной тысячи километров. 82 тысяч долларов. Просят за него. Эта машина тоже стоит 8 с половиной тысяч долларов. Так, следующий. Это у нас Malibu. 19 год. 137 тысяч километров пробег. 10 тысяч 100. Просят за данный автомобиль. Следующий автомобиль у нас идет Chevrolet Cruze. В комплектации LT. 17 года. 8 с половиной тысяч долларов стоит автомобиль. 132 с половиной тысячи километров пробег. Все пробеги я указываю в километрах. Чтобы было попривычнее. Далее рассматриваем Chevrolet Cruze 2018 года. 4 месяц за 7 тысяч долларов. Это, по-моему, самый дешевый Cruze, который мы смогли найти. Следующий Cruze в комплектации LS. 9400 тысяч долларов 2019 года. Далее идет Chevrolet Malibu. 2017 год. Стоимость 9700. Смотрите, я указываю на некоторые автомобили. Таможню в России и через Армению. То есть, можете посмотреть, какая разница. Ну, естественно, понятно, почему все ездят и таможат все это дело в Армении. Так, следующий автомобиль это у нас Chevrolet Malibu 2019 года. 143 тысячи километров пробег. Стоимость 11600 долларов. Далее идет у нас Malibu 2018 года. Также за 11600 долларов 151 с половиной тысяч километров пробег. Следующий Malibu в комплектации LS. Это похуже комплектация, чем LTE. Также 2018 года. Цена 8500 долларов. Таможню вы видите. Соответственно, на Россию и на Армению. Далее идет Malibu. Также 2018 года. Комплектация LTE декабрь 2018. Цена 9800 долларов. Пробег определить не удалось. Следующая Malibu в комплектации LTE. Также 2019 года. 10300 долларов просит за нее хозяин. 102 тысячи пробег автомобиля. Следующий Malibu в комплектации LS. 2018 год. 10500 долларов. 74500 километров пробег. Следующий Malibu в комплектации LTE. 2017 год. 10500 стоит машина. Таможня на нее через Армению 3600. Через Россию 5400. Дальше Malibu. Комплектации LS синего цвета. Так, 2018 год. 10500 долларов. Пробег небольшой. 49500 километров. Следующая Malibu у нас также синего цвета. За 9500 долларов. 2017 год. 174500 километров пробег. Это Chevrolet Malibu в комплектации LTE. 2019 год. Стоимость автомобиля 11500 долларов. Пробег 1525500 километров. Смотрим Malibu серебристого цвета. Комплектация LTE. 2018 год. 10300. Цена автомобиля. 49000 километров пробег. Это у нас Ford Fusion. Значит, двухлитровый турбодвигатель. 10300. Цена 124 тысячи километров. По таможне видим, сколько через Россию будет растаможить, сколько через Армению. Так, это у нас Nissan Kicks. 2019 год. 12000 долларов. 60 тысяч километров пробега. Хорошая машинка. Прям мне нравится лично. Это у нас Ford Fusion. Комплектация SE. 2,5 литра. 2017 год. 8,5 тысяч долларов. Цена автомобиля. Пробег 74,5 тысячи километров. Это у нас Ford Fusion. Комплектация SE. 2,5 литра. 2016 год. Его, скорее всего, уже не растаможить на Россию. Поэтому и стоимость у него 7000 долларов. Следующий Fusion 2017 года. Пробег 151 тысяча километров. 2,5 литра. И полноприводный. 9900 долларов стоимость данного автомобиля. Смотрим Fusion 2017 года за 13800 долларов. Пробег 124 тысячи километров. Вообще, кстати, небольшие повреждения были у автомобиля. Так, это у нас Chevrolet Malibu 2018 года. 11300 долларов. Пробег 106 тысяч километров. Далее идет двухлитровый фьюж гибрид. 10 тысяч 200 долларов. Пробег 191 тысячи километров. Это у нас фьюж за 14,5 тысяч долларов. 2020 год. 18,5 тысяч километров пробег. Далее у нас идет гибридный Ford Fusion в комплектации SE. 18 года август месяц. Пробег 77,5 тысяч километров. Просят за него 11700 долларов. Это фьюжен в комплектации Titanium 2019 года. Стоимость 11,5 тысяч долларов. Следующий идет Fusion гибрид в комплектации SE 2020 года за 14,5 тысяч долларов. Это у нас Ford Fusion полуторалитровый в комплектации SE 2019 года за 13,8 тысяч долларов. Следующий Fusion 2017 года за 9,5 тысяч долларов. Комплектация та же SE. Пробег 135 тысяч километров. Далее идет Fusion в комплектации Titanium 2-литровый 2020 года. Стоимость данного автомобиля 13,8 тысяч долларов. Следующий Fusion в комплектации SE 1,5-литровый 2017 год. Просят за него 10400 километров. Далее Fusion в комплектации Titanium 2-литровый полноприводный 2019 года за 12,5 тысяч долларов. Пробег 108 тысяч километров. Следующий Fusion также в комплектации Titanium но переднеприводный 2018 года. 12 тысяч долларов за 72,5 тысяч километров. Идет следующий Fusion также в комплектации Titanium 2-литровый полноприводный 2018 год. 9 тысяч 900 долларов за 110 тысяч километров пробег. Это у нас Fusion Titanium гибрид. Это подзаряжаемый гибрид. Стоит он 14,5 тысяч долларов. 130 тысяч 600 километров. Далее Fusion в комплектации Titanium 2-литровый полноприводный 2019 года за 12,5 тысяч долларов. Следующий у нас Titanium гибрид за 12,5 тысяч долларов. Это Toyota RAV4 полноприводный 2019 года. Просят за нее 22 тысячи долларов. Пробег небольшой. 38 тысяч 600 километров. Это Mitsubishi Eclipse Cross полуторалитровый 2018 года. Просят 15 тысяч 900 долларов. Пробег 31 500. Это Honda HR-V 2020 года. 14 тысяч 700 долларов цена данного автомобиля. Следующая машинка это Toyota Prius Prime 2021 год. 22 тысячи долларов за нее просят. Заканчиваем обзор. Ford Fusion полуторалитровый 2019 года. Цена данного автомобиля 10,5 тысяч долларов. Toyota RAV4 в комплектации LE переднеприводный 2019 год. 22,5 тысячи долларов. Дорогие друзья, не забываем подписываться на наш канал. Ставить лайки. Также задавайте вопросы в комментариях. Звоните на указанный телефон WhatsApp. В описании под видео есть ссылки на наш сайт. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok